Спасибо тебе, дорогой Господь, за Слово Твое, Господь, Отче, за Евангелие, Господь, за радостную весть. Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Слава нашему Богу. Вы знаете, вот просто, когда читаешь, как радовался царь Давид, да, мы сегодня пели, когда Дух Господень наполняет меня, и мы видим, как этот человек радовался, мы видим, какие псалмы он писал, мы видим, что на самом деле это было реально прославление, хотя люди тогда, они не были настолько наполнены Духом Святым, они не были крещены Духом Святым, да. И вот, читаешь, что 150-й, последний псалом, да, о том, что там на всех инструментах, хвалите Господа, Господа славы, идет такая, знаете, на самом деле, просто слава Божья, просто помазание сходило, да, Давид танцевал пред Господом, он никого не стеснялся, это была какая-то колоссальная радость, и вы знаете, это времена Ветхого Старого Завета. А мы сегодня боимся, да, мы боимся сегодня, на самом деле, там, руки поднять, да, или там просто что-то вот, на самом деле, сказать, или воспеть Господу, или прославить, или воскликнуть, как написано, восплещите, да, написано, воскликните, возрадуйтесь. Это какие-то, знаете, несовместимые с Евангелем вещи, да, о том, что мы сегодня не можем, да, или там что-то нам мешает, да, ничто нам сегодня не мешает, не должно мешать, аминь или не аминь, да. Но если по Старому Завету люди так славили Бога, то как мы должны прославлять? Я думаю, что наше прославление, оно должно быть, ну, сотни раз должно превосходить по своей силе, по своей радости, скажи аминь, аллилуйя. И вот сейчас приближается, да, какая-то определенная дата, но это, кстати, дата, которая совпадает с настоящим христианским праздником. В этом году мы празднуем 500 лет реформации, то есть ровно 500 лет. 31 октября Мартин Лютер, он прибил определенные такие, да, тезисы. Он восстал против ортодоксальной церкви, государственной церкви того времени. Он был выходец из этой церкви, он вышел из католической церкви, это был, можно сказать, так, бывший священник, который просто восстал против этой махины. Это была, на самом деле, она и есть система, такая, знаете, религиозных каких-то определенных ценностей. И с тех пор возникло движение, которое по сей день называется протестантизм. Общее понятие, если переводить, я уже несколько раз об этом говорил, слово протестант переводится не то, что мы против чего-то протестуем. Протестант переводится буквально как человек, выступающий публично. Человек, выступающий публично. То есть мы публично заявляем о своих каких-то верованиях, о своей вере, во что мы верим, в кого мы верим. И сегодня я хотел бы немножко прояснить в отношении праздника Хэллоуин, почему это так как-то совпало, или почему мешанина какая-то, да, не совсем понятно, что это. Нам, христианам, принимать этот праздник, да, выходить ночью, да, переодеваться. Что нам делать-то вообще? Есть какие-то, блин, такие довольно неверные представления о празднике, и почему-то считают, что это какой-то совершенно языческий праздник, который к церкви не имеет никакого отношения. Это не совсем правильно, потому что здесь как раз-таки, вы знаете, было допущено. То есть католическая церковь хотела каким-то образом привлечь людей, которые именно в эту ночь поклонялись дьяволу, или праздновали свои какие-то такие языческие ритуалы, собирались вместе. Я могу так сказать о том, что во всем оккультном мире известно, что с 31 октября на 1 ноября по всему миру, потому что это понятно, по всему миру, потому что понятно, что кто-то этим тоже управляет, и кому-то это интересно, независимо от континента, независимо от нации, собираются колдуны, собираются маги. Именно в эту ночь проводится, например, шабаш ведьм, о котором мы, например, понаслышке слышали, знаем, что они там что-то собираются, колдуны, сатанисты собираются в эту ночь для того, чтобы совершать свои ритуалы и приносить оплённые жертвы. Я никого не запугаю, это реальные факты, вы можете эту тему просто прогуглить, информации море. И как это интересно, сам по себе термин «helloin» переводится как «вечер поклонения, поминания святых» или «святой вечер». То есть «helloin» – это «святой», «in» – сокращенная такая аббревиатура слова «evening». То есть «святой вечер», ну вроде бы как так симпатичненько, да, так уютно. «Святой вечер», ну мы собираемся, чтобы помянуть всех святых, которые когда-то пострадали. Но не всё так безобидно. Многие думают, что «helloin» – это языческий праздник, но в средние века это был именно такой, знаете, церковный, даже религиозный. Католическая церковь с целью привлечь внимание людей, ещё раз повторяю, решила соединить этот праздник и сделать его церковным. Поэтому можно так сказать, кроме того, что он языческий праздник, там кельты, на всех континентах там собираются маги, колдуны и колдуют в эту ночь, церковь католическая решила тоже это так присовокупить и сделать какие-то облённые такие поминания, то есть тоже какие-то облённые ритуалы. «Вечер всех святых был утверждён церковью в средние века для того, чтобы упоминать умерших родственников, но обширно он праздновался как в западной католической, так и в восточной православной церкви. Во многих католических странах 31 октября до сих пор является выходным днём. Причиной празднования «helloin» послужила вера католической церкви в чистилище. Христиане того времени верили, что в этот день духи святых, усопших, отправляется из чистилища на постоянное место в небеса». Все ли знают, что такое чистилище или учение о чистилище, которое, кстати, есть не только в католической церкви, оно также есть в восточной православной церкви. То есть и католическая православная церковь верит о том, что душа сразу не отправляется куда-то, она какое-то время находится в непонятном месте, в ожидании чего-то, окончательно вынесения суда, и это место они назвали чистилище. Например, в православных традициях это известно, как в чечении, то есть мы поминаем на 9-й день, на 40-й день, и потом уже там окончательно выносится приговор, и тогда уже после этого уже душа куда-то отправляется, или в рай, или отправляется в ад. Поэтому это не только традиция западной церкви, это традиция и восточной. Третий момент. Хэллоун не является чем-то новым для славян, для славянских наций. Многие ошибочно думают, что этот праздник недавно пришел к нам из Америки, но это не так. Славяне праздновали Хэллоун, когда в Америке о нем даже еще не слышали. Как я уже упоминал ранее, церковь начала праздновать День всех святых еще в средние века. После Великого раскола церкви в 1054 году, я привожу исторические факты, на Западную и Восточную, даты названия праздника в Восточной церкви были изменены. Западная католическая церковь продолжала праздновать вечер всех святых 31 октября, а Восточная Провознанная церковь перенесли даты и также название было немного модифицировано под местные языки и диалекты. В славянских странах его начали праздновать первое воскресенье после Пятидесятницы или во вторник, второй вторник после Пасхи. Самыми распространенными названиями этого праздника в славянских странах – Радуница, Поминки и Деды. Несмотря на то, что даты в Западной и Восточной церкви были разными, атрибуты и суть праздника остались одинаковыми. Как в Западной, так и восточной церкви во время празднования люди ходили на кладбище. То есть на Пасху всегда что происходит? Всегда происходит одно и то же. Люди идут почему-то на кладбище, на могилы умерших. Это есть, это восточный холлоун или холлоун по восточному, по восточным традициям. Идут на могилы умерших, кушают там, пьют, а потом оставляют еду или молоко. На Руси принято оставлять рюмочку водки. Умершим родственникам, веря в то, что в этот день умершие души приходят и подкрепляются. Так что утверждать то, что холлоун пришел к нам из Запада, как минимум неграмотно. То есть это неверно. Четвертое. Традиция переодеваться в холлоун, в такие страшные костюмы, пришла или распространилась по всему миру из Франции. То есть именно Франции, опять же, из языческих народов пришло такое поверье, что если вдруг кто-то плохо относится относится к умершим при жизни, относился, то они в этот день могут прийти на Землю и отомстить. Поэтому обряд переодевания был придуман для того, чтобы духи предков, когда придут на Землю, чтобы они не узнали. Я просто думаю, насколько это наивно, с какой-то степени, о том, что люди почему-то верят, что если они переоденутся, то духи, которые придут, они их не узнают. И пятый момент. На Холлоуин родилась реформация. Точно 31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил знаменитые 95 тезисов к дверям Виттенбергской церкви. Возникает вопрос, было ли это совпадением, или он специально это сделал на Холлоуин. Оказывается, первое противостояние Холлоуину как празднику началось именно с приходом реформации. Во-первых, большинство протестантских течений отвергали теорию чистилища, то есть протестанты по сей день в это не верят, потому что это не соответствует священному писанию. В Библии вы нигде не найдете о том, что есть такое место, как чистилище, что людям там просто 40 дней просто кто-то думает, решает, а потом уже отправляет. Во-вторых, многие протестанты считали, что призывать души умерших – это оккультизм, это магия, это колдовство. Историки утверждают, что Мартин Лютер был самым главным оппонентом Холлоуина, считая его дьявольским праздником. Поэтому для того, чтобы выразить свое несогласие с официальной католической церковью, он специально именно в Хэллоуинскую ночь взял молоток и прибил к дверям 95 знаменитых тезисов. Этот день и начал считаться началом реформации в Европе. Поэтому сегодня, 31 октября, мы смело можем праздновать день рождения реформации. Только, пожалуйста, давайте мы не будем переодеваться. в какие-то вот такие нелепые там, просто там в видим, в страшилищ, в чертей. Потому что я несколько раз был свидетелем, как по городу кто-то там носится и пугает там людей. Ну, это зрелище не для слабонервных. Шестое. И знаете, просто вот как, мне когда говорят о том, что вот почему мы не празднуем этот праздник. Я просто вот, когда мне что-то непонятно, я, конечно, прибегаю к Священному Писанию. Во-первых, я спрашиваю, это вообще написано или где написано? Да, вы мне скажите. И потом мы, допустим, будем праздновать. Я понимаю о том, что, да, Рождество тоже, ну, Бог не учреждал нам праздновать Рождество. Тоже нигде не написано, что празднуйте Рождество. Я верю в то, что Рождество – это такой праздник, о котором пророк Симеон пророчествовал, о том, что будут ублажать, кого будут ублажать? Все народы и нации будут ублажать определенную деву, да, имя которой, какое имя? Мария. За то, что она сделала, за то, что она приняла, да, в чрево свое от Духа Святого, за то, что она родила. В моем представлении Рождество – это вот и есть исполнение этого пророчества. То есть сегодня все нации, что делают, они каждый год мы ублажаем. Это соответствует Писанию, это написано, правильно, да? И, конечно, этот праздник имеет отношение, прямое отношение к Иисусу Христу, к нашему Спасителю. Иисус пришел, Он родился, да. Вот, Пасха, ну, Пасха, понятно, да, очень хорошо нам разъясняется, что и праздник Ветхого Завета, и праздник Нового Завета, они совпали вот именно на этот день, потому что на эту землю пришел кто? Пасхальный Агнец. Аминь, да? И этот праздник, Пасха, он подводит нас реально к личности Иисуса Христа. Для чего Иисус пришел? Для чего Он пострадал? Аминь. Для чего Он умер? Для чего Он был погребен? Для чего Он воскрес? Для чего Он воссел на небесах? Для чего Он послал Духа Святого? Аминь или аминь? Но какое отношение к Иисус Христу имеет Хэллоуин? День поклонения мертвым. Стал бы Иисус Христос переодеваться в какие-то страшные одежды и бегал бы Он по городу, пугая людей. Вот, ну, задумайтесь, да? Ну, какой ответ? Я не думаю, да? Я не думаю, что Иисус Христос переоделся бы, ну, это, я считаю, что это грех, близкий к богохульству. Ну, Иисус переоделся в черта, да, и там бегает по городу. Ну, просто безумие какое-то. Поэтому, просто, почему я об этом говорю? Ну, это обязанность пастыря. Осветить этот вопрос, да, предупредить. Давайте мы не будем в этом участвовать, да? Есть место из Бильмика, которое написано, да? Я хотел попросить это место открыть. Оно написано во втором послании. Коринфянам. Шестая глава, 14 стиха. Не преклоняйтесь. Давайте мы не будем преклоняться по чужой Ермо. С неверными – это чужое Ермо, это не наше Ермо. Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога живого, как сказал Бог, все люди в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потом выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас. Представляете, Бог говорит, не прикасайтесь к нечистому. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель. Аминь. Слава нашему Богу. Я призываю вас не участвовать вот в этом бесовском празднике. Для меня это бесовский праздник. Мы будем праздновать другое. О том, что мы будем встречать праздник, посвященный реформации церкви, потому что на самом деле произошла крутая такая реформация, реформа о том, что церковь ожила, переняла какие-то другие какие-то такие, знаете, на самом деле, течения, живые. Люди начали возразаться свыше. Шестое. Несмотря на то, что сегодня именно Америка является экспертом Хэллоуина, его в этой стране начали праздновать сравнительно недавно. В 19 столетии нет ни одного упоминания о том, что в Америке праздновался Хэллоуин. Все дело в том, что большинство первых эмигрантов были пуританами. Они не только не праздновали Хэллоуин, но считали его бесовским праздником. Ситуация поменялась коренным образом в 19 столетии, когда в Америку начался наплыв эмигрантов из Шотландии и Ирландии, где этот праздник был распространен среди католиков. И последнее. Седьмое. Как бы это странно ни звучало, но сегодня многие церкви в Америке используют Хэллоуин для евангелизации. Всем известно, что в этот день люди переодеваются в страшные костюмы, ходят по домам за конфетами и играют трик о трексе, что обозначает или конфеты, или проклятие. Или вы, ну, дети, представляете, дети ходят по домам и говорят, или дайте конфеты, или мы вас проклянем. Нормально, да, вообще, да? Ну, просто, ну, что это такое, да? Ну, просто детей учат проклинать, то есть это оккультная практика, то есть, ну, просто идти по домам и вот так просто манипулировать, запугать людей. Поэтому многие церкви решили использовать это как возможность донести Слово Божие для людей и придумали свой праздник, христианский праздник, который называется Транк О Трит. Ну, я его перевел как или благословение, или проклятие. Вот ты избери, на самом деле, да? Или ты пойдешь в церковь, да? Или ты пойдешь там ночью, там, с кем-то там, с чертями бегать, там, и пугать людей. В этот день церковь приглашает взрослых с детьми прийти в церковь в место гуляния по городу в страшных костюмах. Там устраиваются конкурсы, игры для детей и раздают всем христианские брошюрки и прогласительные в церкви. Я поэтому, у меня, знаете, такая есть идея о том, что мы в нашей церкви сделаем, ну, по крайней мере, ночь бдения мы точно сделаем, потому что мы призваны молиться, да, как церковь. Но именно вот в эту ночь я верю в то, что церковь должна восстать, противостать делам тьмы, сокрушая всякие такие дьявольские твердыни, и просто молиться за разрушение вот этого влияния, за разрушение колдовства, магии, потому что я хочу сказать, что в Болгарии оккультизм очень сильно распространен. Очень много магов, очень много ясновидящих, очень много эстрасентов, и эта ночь, она здесь довольно активная в плане магии колдовства. Мы, как церковь, здесь поставлены Иисус Христом для того, чтобы разрушить дела дьявола на этой святой болгарской земле. Скажи аминь. Аллилуйя, слава нашему Богу. И на этом я хочу заканчивать, да, и просто мы будем молиться 31 октября, мы начнем в 6 часов вечера, это будет такая молитвенная эстафета, и мы закончим в 6 утра, и у нас есть молитвенный чат, если кто еще в этом молитвенном чате не состоит, а хочет, имеет желание там участвовать вместе с церковью, также молиться, вы можете подойти или ко мне, или там через меня просто выйти на вот этот молитвенный час и просто туда войти. И мы там уже будем организовываться, кто за кем будет молиться, и мы будем просто молиться именно этой ночью. И в этот вечер я вас призываю собираться по домашкам, да, по своим, на самом деле, ну, то есть, братьям и сестрам, с которым вам комфортно, вам хорошо, да, вместе молиться, вы уже собираетесь, вы вместе чай пьете, да, ну, там, что-то накрываете на стол, и пусть это действительно будет святой вечер. Вечер, когда мы просто собираемся, ну, вчера мы буквально опять же мы собирались, сидели, пили чай, мы казахстанцы очень в этом отношении гостеприимны, мы очень открыты, и в моем представлении церковь – это не здание, да, ну, просто раз я говорил о термине, о том, что церковь – это есть собрание, два или три человека собрались вместе во имя Иисуса Христа, это уже церковь, аминь или не аминь, да, и когда мы общаемся именно в Духе Святом, Библия говорит о том, что в этом общении приходит свет, и он изгоняет из нас всякую тьму, всякие стереотипы, всякие догмы уходят, просто прийти кому-то к брату, сестре, договориться, посидеть, пообщаться, открыть Библию, вместе помолиться, я думаю, что это будет очень хорошо, аминь или не аминь, слава нашему Господу, Аллилуйя. У нас объявление, да? У нас сегодня поздравление, поздравление, последнее воскресенье месяца, мы поздравляем именинников, у нас это услужение ведет Наталья Карабинникова, давайте мы поприветствуем Наталью, Аллилуйя. Дорогие. Дорогие зрители.